Какие ингредиенты есть для создания эффективной продуктовой команды? Какие-то проблемы с подачей, с регистрацией? Это все мы. У меня в команде несколько продуктов, дизайнеры, разработчики всех платформ, тестировщики, два бизнес-аналитика, автоматизаторы. Это такая мини-компания внутри Авито. То есть Авито немножко так тысяча человек сидит в Москве, разработчиков в одном офисе. И чтобы это все эффективнее работало в плане продукта, собственно, руководитель юнита это продуктовый человек и команда Fullstack, собственно, она фигачит user experience определенных пользователей. То есть в данном случае это продавцы. То есть мы отвечаем за ваш опыт, когда вы ведете себя как продавец. Вы можете себя вести как байер у нас, получается такой снежный ком некий. Но когда вы ведете себя как продавец, мы обеспечиваем бесшовную работу у вас с Авито. Немножко про эффективность. Что я подразумеваю под эффективной продуктовой командой – это метрики. То есть команда, она состоит из разных людей, но все равно цель ее – это тюнить метрики. Эффективность – это метрики. Немножко про свой опыт. Последние уже пять лет я работаю как непосредственно продукт. У меня всегда получалось не вот именно там, что я сижу, копаюсь, какие-то задачки прорабатываю, а всегда насаждал некую продуктовую движуху. То есть и продуктовую культуру разработчикам прививал, и формировал команду, и процесс. То есть я свою работу всегда рассматривал как достижение результата, то есть чтобы метрики были изменены. Если мне мешал, например, не мешал процесс деливри, я выстраивал процесс разработки. Если мешал процесс продуктового дискавери, продуктовый процесс, я выстраивал их там найм и все такое. То есть фактически full stack. Это не совсем бьется с моей идеальной картиной продукта, там какого-то такого абстрактного в вакууме, который чисто полностью тюнит продукт, там копается в метриках, но что есть, то есть. То есть по сути я там продакт, там скрам-мастер и там people-менеджер, вот как так, процесс-архитектор. До этого предпринимательский бэкграунд, несколько компаний, там тоже занимался фактически всем, но, собственно, оттуда как раз я понял, что мне интересно заниматься продуктами, и вот, собственно, сейчас я занимаюсь непосредственно продуктовой командой. И, собственно, поэтому, да, я решил поделиться именно такой верхнеуровневой практикой, что вот если вы хотите, там, ну, большая ошибка, что, мне кажется, ошибка продукты, там, все рассматривают, ну, продукты, там, даже вот сегодняшняя тусовка, там, все продукты, да, вот кто-нибудь есть разработчик вот среди присутствующих? О, два, два человека, отлично, уже хорошо. Вот, то есть продуктовая команда, да, она, это не продукты, это даже не продукт плюс дизайнер, это вот целая кипа людей, которые делают продукты, того, как мы доставим, когда доставим, как люди будут взаимодействовать с продуктами, зависит ваша, там, трудозатрата, вот вы понимаете, да, что я говорю, что там половина вашего времени уходит на взаимодействие с разработчиками, что-то доказать, пропушить, там, вы плачете в подушку о ресурсах, это влияет на продукт офигенно, потому что вы это человек, который, по сути, менеджерите продукт, вы должны менеджерить продукт, у нас уходит много времени на, собственно, команду, и это, мне кажется, нормально, то есть все здесь, конечно, над зрелостью людей, но дальше я об этом скажу. По сути, продуктовая команда, вот в моем понимании, она состоит из двух частей, это разработка и продуктовая, как бы, флоу, поэтому, ну, вот, как раз в теме я тоже писал, что мы фактически тюним два процесса, Lean Software Development и Lean Product Management. Кто знает и то, и второе? Вот, отлично, кто-то знает, смотрите, я сейчас, на самом деле, мало времени, но потом посмотрите, то есть вкратце, Lean, он, то есть кайдзена идет, это методология, которая фокусируется на снижении издержек, то есть любые потери, там, на коммуникациях, на непонимании людьми продукта, на разработке, там, все-все-всем, то есть мы постоянно тюним, уменьшаем издержки любого характера. Вот, соответственно, и в продуктовом менеджменте, и, то есть это все Lean Startup, типа Lean Startup, адаптированный под Software Development и Product Management, вот, если совсем грубо говорить. Также я хотел вот подчеркнуть, что, когда мы говорим про разработчиков, да, там есть вот для меня три градации разработчика, кодер, разработчик и продукт-девелопер. Даже если зайти на Scrum.org, всякие такие Scrum Agile сайты, там есть сертификаты, там Scrum, Certified, Scrum Developer, там Professional, Scrum Product Owner, там Professional, Scrum Developer. То есть, когда мы говорим про продуктовую команду, то есть, когда вы не заказной разработкой занимаетесь, а в компании для себя, то без продуктового мышления у всех составляющих команды, ну, как бы, все будет плохо. Там, если дизайнер воспринимает себя как рисовальщик, как какой-то этап вутерфольного процесса, когда он там взял, принял, нарисовал, это, ну, это плохо. То есть, нужно их, нужно его обучать, мыслить продуктово. Ну, Product Manager тоже должен себя воспринимать не как менеджер, там, не Project, да. Обратите, что я здесь Project Manager не написал. Почему? Потому что, мне кажется, это некая такая относительно рудиментарная функция, которая появляется, появилась и существует, потому что там все эти люди чувствуют себя какими-то вот отдельными единицами, все не думают про конечный результат, про метрику. И поэтому, там, приходится некому человеку, там, их склеивать, пушить, там, постоянно тюнить и так далее. Чем более зрелая команда, чем более вот это, вот это слово имеет, там, вес его понимания себя, тем меньше нужно, там, менеджерить, и тем больше команда фокусируется на метрике, на достижении результата. Фактически, вы как Product должны делать из каждого человека в вашей команде именно больше Product. Product Manager, там, Product Owner. Да, вот видите, я еще Product Owner разделил немножко, потому что у многих компаний есть некий человек, который отвечает, там, за цели, метрики определения, и менеджеры, которые фокусируются на проработке, там, на достижении этих результатов. А матч больше, по отличиям, а Honor? Ну, смотри, Honor часто их называют бизнес-менеджерами, они, там, определяют, там, какие цели мы должны достичь, какие метрики изменить, какие вещи, куда мы должны идти, это определить продуктовую стратегию. Вот, а зато есть очень много рутины, как, там, проработать задачку, изучить спецификацию, написать, там, это больше к Product Manager. То есть, в больших командах, там, скажем, ну, поднимите руку, у кого один продукт, я знаю, там, Rambler Kassa, там, два продукта, у кого несколько продуктов на продукте. Ну, вот, собственно, целая толпа. Ну, тогда вы понимаете, о чем я говорю. Ну, вот, на маленьких продуктах, Product Owner, Product Manager, один человек, там, совсем на маленьких, это все один человек вообще может быть. Вот, это, это роли, да, это не отдельные люди, это роли. Вот, и, собственно, я, как раз, вот, хочу сегодня рассказ про то, как всю эту команду построить, по сути, дать некие ингредиенты. У меня, ну, то есть, последние пять лет, как бы, это порядка десяти команд, которые я выстроил, там, в Profi.ru сначала, потом в Avito, сейчас мы это делаем. Просто разные масштабы, разные люди, там, разные темпы, ну, примерно, то есть, мы делаем одно и то же, мне кажется, есть вещи, которые являются уже некими правилами, которые я заметил. Я вижу три ингредиента, по сути, первый, это процесс продуктовой, само собой, валидацией, который у вас должен быть, процесс delivery, процесс непрерывного улучшения, процесс создания, осознания, переваривания ценностей и созревания команды. Созревание, я так называю, что люди у вас, вот, как раз, приходят к тем терминам, как я на предыдущих слайдах показывал. Процесс discovery, сначала я расскажу, чтобы построить эффективную команду, вам нужно выстроить процесс продуктовый discovery. Если вы один продукт, то вы должны это делать. В моем случае, когда несколько продуктов в Unity, там, дизайнеры, это, как бы, более сложно, более масштабно. По сути, у нас есть продуктовые стратегии, я не зря здесь написал продуктовые стратегии, потому что, если вы работаете над ним продуктом, то понимание продукта у всех разнится. То есть, кто-то считает, там, вот у меня приложение, это продукт, а у кого-то, не знаю, там, регистрация приложения, это целый продукт, у кого-то там оплата, это продукт. Так вот, я как раз про вторую часть, то есть, когда у вас большой, там, миллионы пользователей, у вас есть некие части продукта. У нас, например, это подача, это целый флоу, это целые воронки, особенности, фичи, там, эта подача, она может быть и на реактивации объявлений, то есть, вы подали, вас забанили, или, там, реактивируете, это в разных частях вашего CGM-а, эта фича возникает. И без понимания всей, всего контекста, как, собственно, это направление живет, какие проблемы пользователи испытывают, сталкиваясь со всем, что касается, там, подачи, вы не можете генерить фичи. Иначе вы просто начинаете фичерить, там, давайте тут поправим, давайте здесь что-то подкрутим, здесь подскажем. И то же самое с, там, качеством, качеством того, что люди постят, там, ну, понятно, да, о чем мы говорим. Все это корректируется на цели. То есть, результатом работы продукта всегда баклок, правильно? Вот, чтобы он был, собственно, два ингредиента. Продуктовая стратегия, которую вы определяете, и цели. У нас это OKR, мы работаем по Objective Key Results, компания устанавливает, мы берем на себя, тюним. Если цели меняются, то стратегия плюс цели, ну, периплитизирует баклок, наш порядок работы меняется. Тут по верхам, на самом деле, я много всего написал, пытался сокращать, но решил, что лучше я проговорю быстро, если будет вопрос, потом поясню. Значит, ну, лимп продакт менеджмент, это не что такое лимп продакт менеджмент, это во что он вырождает. Все это некая третья уже итерация, осознание лимп продакт менеджмент в реальности, значит, во что это выражается. Первое, опережающее планирование, то есть вы должны обеспечить, что задача продакта, как можно дальше развести этап валидации, чтобы у вас не было огня каждый раз при подготовке roadmap квартала, чтобы вы заранее знали, что вы будете делать дальше, что вам можно было ресурсы нанять, кто-то говорил про долгий найм, там, несколько месяцев, ну, все верно, там, я Android-разработчик, у одной из своих команд искал 10 месяцев, в итоге переучили PHP-разработчика на Android, и как бы все хорошо поехало, ну, в смысле, что это очень много на что влияет. Data-driven, очень много людей говорят там, data-driven, data-driven, там, блин, все, то есть как-то вот заговоренные, но, конечно, тут много ингредиентов, data-driven, экспертное мнение, рынок и куча-куча всего, то есть не нужно 100%, короче, вот именно данные туда заворачиваться, это аналитическая ловушка так называемая, вот, из нее можно не выбраться. Продакт – часть команды. Продакты должны себя ощущать не то, что я менеджер, там, прихожу, сейчас всем расскажу, куда двигаться, это часто бывает, а это именно часть команды. Тестировщик, разработчик, продакт – это вот роли в команде, он должен быть наравне. Его задача – направлять команду правильно, то есть контролировать, что команда делает правильные вещи. Как он это делает, это вот уже мастерство продукта. Быстрые АБ-тесты. В команде должна быть культура быстрых проверок разных. Очень часто, вот, здесь говорят про MVP, да, но MVP – это уже какой-то продукт, который вы запустили, а есть быстрые АБ, например, чтобы проверить какую-то гипотезу, можно не только добавить функционал, а сломать имеющийся, например, вы не знаете, там, насколько влияет наличие фотографий, там, в определенных, там, ваших, не знаю, продуктах. Возьмите, уберите фотографию, там, посмотрите, как у вас конверсия провалится. Если она не провалится или даже увеличится, у нас есть такие кейсы, убрал фотографию, конверсия увеличилась. Почему? Потому что люди не видят фотку, видят, написано iPhone 4, о, блин, позвоню, узнаю. У них в голове складывается эта картинка, они говорят, вот, там, клевый телефон, конверсия в четыре раза выше. Но это не значит, что мы будем рекомендовать, ребята, давайте убирайте все там картинки, вообще постите без картинок. Культура MVP. MVP, само собой. Всегда нужно что-то стараться отрезать. То есть, если у вас что-то пытаетесь релизировать, задайте себе вопрос, а можно ли что-нибудь убрать? Если этим вопросом задаются все, начиная от дизайнера до разработчика, вот эта вот задача, проходя через всех, проходит такую валидацию, это круто. Это значит, что когда вы что-то зарезите, и все должны быть комфортны с этим. Вот у нас сейчас так примерно происходит, то есть разработчики рассказывают, как клево они там на этапе обдумывания декомпозиции разрезали на сторики, решили, что из четырех сторинов сделать первую, и еще ее потюнили, уменьшили, запустили там вообще вот быстро-быстро, хотя весь проект там в пять раз больше оценивался. Ну, дизайнер не равно нарисовать. Есть такая проблема у некоторых, то есть они думают, что вау, клево, надо классно сделать. Тут тоже вот вчера, по-моему, говорили про эту тему, что не совсем не надо идти в сторону крутизны, Матвей, по-моему, рассказывал, да, что надо там делать хуже, но зато эффективнее. Вот дизайнерам это очень сложно осознать, особенно в профессиональной тусовке, они начинают друг на друга наезжать, что за говно-то там нарисовал, начинают объяснять, да у меня метрики, да что-то там метрики, да говно-то никто не будет пользоваться. То есть, ну, такое давление постоянное, вплоть до того, что дизайнеры срываются, ну, то есть это, короче, железные яйца должны быть у дизайнеров, чтобы противостоять своим же. Вот, UX-CastDev, ну, здесь пояснять, наверное, не надо, постоянные исследования, вы должны обновлять пользовательский путь, там, CGM, если у вас есть. А плевты через сплит-тесты, это тема такая, то есть все запускают через АБ, чтобы понять, там, не уроним ли мы что-нибудь. На самом деле надо все запускать, стараться через АБ, чтобы понять, насколько вы повлияли. Очень часто там я продуктов на собеседование спрашиваю, ну, и что ты, как повлиял? Он такой, ну, у нас выручка там увеличилась настолько, там, трафик настолько, а ты-то что сделал в этом плане? Там рынок растет, еще что-то. Ну, я не знаю. То есть мы, например, сейчас говорим, что вот у нас была там такая-то метрика на компанию, мы взяли на себя ее потюнить, и мы конкретно наш, наш юнит вложили, сделал такой-то какой-то вклад, потому что мы запустили через АБ, брали влияние других команд, потому что все коммитят постоянно, и знаем, сколько мы чего принесли в общем в общую копилку. Артефакты и нативность продуктовых процессов. Это уже вы как продукт, вы, либо вы как CPO, там, управляете процессами, либо вы как продукт влияете на них. Все равно, если вы что-то создаете, вы должны понимать, что команда это принимает. Во-первых, у вас должны быть, да, эти артефакты, бэклоги, там, продуктовые итерации, какие-то регламенты, проработки, задачи, описание, как вы описываете. Но все процессы должны быть нативны. Ну и, собственно, весь процесс продуктового дискавери, который вы встраиваете как бы в эффективной команде, должен состоять из четырех этапов глобально. Гипотеза о проблеме, решение, MVP и дальше тюнинг. Как продукт, мне кажется, нужно развиваться там по дизу, есть некий там составляющий там роль, да, то есть интегратор, предприниматель. Вы должны быть, ну, в зависимости от развития, этапа развития вашей компании, Авито, он вот как раз находится сейчас где-то на уровне расцвета. Собственно, здесь видно, что производитель, администратор и предприниматель, все эти качества у вас должны быть развиты. То есть продукты, они должны быть предпринимателями, они должны уметь там процессы построить, и они должны обеспечить как бы value конкретные там на метрике. Если там дальше будет меняться, собственно, роль продукта будет меняться, нет идеального продукта. Ну и то, как вы управляете командой, ну, в смысле управления там, если вы продуктами, то управление продуктами, продукт-тим непосредственно, core, либо как вы вообще взаимодействуете с командой, тоже зависит от ее стадии зрелости. Понятно, что если у вас джуниоры нифига не понимают, им там делегировать все очень будет сложно, вот. В зависимости от этапа меняется стиль управления. Процесс delivery. Раз мало времени, просто пробегусь. Это не про скрам, я, вернее, это про скрам, но я не стал писать сюда намеренно, потому что скрам это некий результат. То есть вам нужно так же участвовать, как продукт в процессе delivery. Там мы выстраивали, у нас есть планирование, то есть планирование не путать с планами. То есть если вы что-то запланировали, вам нужно это постоянно пересматривать, может на 100% все поменяется. Исполнение стремится, ну, это как бы идеальная картина, если это все происходит, то вы как продукт можете сфокусироваться просто на тюнинге продуктового флоу, и все, ребята будут сами все делать. Все равно у вас какая-то проектовая часть состоять, но у большинства тут примерно все наоборот. 80% project и 20% product. Да, у кого так? О, вот так вот у кого? Вот ты одно человек получается, да? Отдельный project, да? У нас, например, отдельного project нет, у нас команда берет на себя все больше и больше функций, а продукты именно в продуктовой проработку. Фокус-фактор, вот как определить, что у вас команда продуктовая, да? То есть она делает продуктовые фичи, там, job, user story, неважно, больше чем 80, там, ну, 50%, да, хорошо, вот. Нужно тюнить мультифункциональных людей. Я здесь написал кейсы, которые на моей практике были, то есть человек, там, PHP, JS, там, Android, JS, делал и PHP. Квартальные планы, это, конечно, цель, чтобы команда вам помогала делать. Выполняется самостоятельный тюнинг процессов, без, там, чтобы вы не выполняли роль еще скрам-мастера, там, команда должна… ...вы старые и фокус-факторные удается больше 50 создавать, потому что ограниченность ресурса. Ну, ответ, надо тюнить. Что тюнить? Командные процессы. У нас тоже огромные legacy, монолиты, куча всего. И, ну, я могу конкретно наш кейс, там, потом описать, как мы это делали, вот. Ну, то есть нет нерешаемых процессов. То есть если… Нерешаемых процессов нет, конечно, можно выйти на 50%, но… Не сразу происходит. Мы к этому пришли итеративно за, не знаю, там, причем в нормальной команде, там, за несколько итераций, там, за два месяца примерно. То есть не будет такого, что ты придешь, сразу делал, все заработало. Ты можешь до полугода тюниться, просто ты должна понимать, что ты к этому идешь и постоянно, постоянно делать какие-то улучшения. Они могут быть очень тяжелые. Мы, например, три раза одну и ту же вещь фиксили, и только с третьего раза пофиксили, потому что нащупали, как это нужно сделать. Ну, да, то есть серебряной пули нет. Вот, эмпиризм как раз я написал последнее. Это пробовать. Вот, и избегать карго-культов, то есть там скрам, 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 скрам. Знаете, что такое карго-культ? Главный вообще результат, не процесс отдельных людей. То есть это тоже надо фиксить в майнсете, когда люди такие, я классно отработал, я что-то сделал, блин, чувак, пофигу, что ты сделал, как-то клево кодил, там, фреймворк внедрил, как бы результата нет, все, команда… И в следующий раз он будет волноваться за общий результат. Последнее про Continuous Improvement, ценности, созревание. Собственно, ваша задача как продукта – помогать команде зреть именно продуктово. Здесь первое – помогать быстрее ошибаться. То есть если разработчики хотят что-то сделать, пусть делают. Если они считают что-то правильное сделать, не так, как вы предлагаете, вы не можете аргументировать, не нужно говорить, нет, чувак, я тут продукт, я буду решать. Пусть делают, ошибется, ваш вес увеличится в его глазах или там в следующий раз он почувствует уже… Ну, реально это тюнит человека. Одна ошибка – тюнит очень сильно. Таймбоксы, то есть люди уходят в проработку, потом тебе давать еще зафигач. Мне, ребят, все, неделя, нужно сделать через неделю. Пусть сами организуются, сами придумают решение, чтобы в какой-то таймбокс за неделю зарелизить что-то. Делегирует, доверять. Разработчики, дизайнеры, в принципе, тоже могут выполнять роль продукта. С вас и вам будет легче, вы не будете зашиваться, и люди тюнятся. Разделять результат. Если что-то клево получилось, не нужно там говорить, что «О, клево, я сделал». Нет, блин, как бы продукт делала целая команда. Скажите, там, мы, там, разработчики, тестировщики, они должны почувствовать себя частью успеха, частью процесса. А если ошибка, каждый должен понимать, что это его тоже ошибка. То есть если что-то круто, то это мы сделали. Если какая-то ошибка, фейл, блин, моя тоже, я учту. Все, каждый учел, что он мог сделать, чтобы этого не получилось. Да, это ценности фактически, то есть которые исповедовать нужно. Личный пример, если вы что-то хотите тюнить, там, подход, описание задач, ну, какие-то мелочи, или даже там просто вовремя приходить на встречи, нужно показать личным примером. Самоорганизация, старайтесь людям давать самим, то есть что-то хотят сделать, ну, говорите, ребят, сядьте, сами решите. Фасилитация, оптимизировать встречи, там, старайтесь сделать их меньше и эффективнее. В реальности не получается прям 100% фасилитацию делать, или это какая-то крайность, там, интеграция такая получается постоянная. То есть 20% будет это либо манипуляция, либо директивное управление. Ну, то есть манипуляция – это не совсем фасилитация. То есть когда вы прям что-то так построите, чтобы пришло к вашему решению. Вот, а фасилитация – это когда вы, собственно, вместе с человеком проходите логическую цепочку и приходите к правильному решению, ну, грубо говоря. Чар-контроль команды, то есть если вы хотите, чтобы ваша команда была офигенная, вам нужно контролировать, чтобы в команде были офигенные люди. Поэтому желательно каждого человека прогонять через какой-то состав в команде, чтобы они тоже чувствовали себя причастными, и такая команда будет чувствовать себя командой. не вас руководителем, а себя отдельно, а вас вместе с ними. Прозрачность – обратная связь. Я тут вчера часто слышал такие вещи, что типа мы там троллим ребят и друг друга, и на этом типа выезжаем. Ну, это деструктивно. То есть если что-то не нравится или какие-то там конфликты, нужно прямо говорить об этом. Для этого есть разные фреймворки, процессы, там ретроспективы, в том числе one-to-one. Ни в коем случае не нужно за глаза что-то говорить. Нужно всегда человеку аргументированно давать обратную связь. Сейчас быстренько еще про ценности. Про процесс, смотрите, прозрачности. То есть вам нужно, как правило, отстраивать процесс прозрачности. Он всегда трехсоставный даже. Первый – это в команде. То есть как команда понимает, куда вы идете, зачем вам нужно делать. Тут говорили про CJM, кто-то там отдельно от команды делает. Ну, то есть это все нужно как-то синхронизировать с командой. И плюс процесс прозрачности. От компании вниз, чтобы команда понимала, зачем мы это делаем, куда мы идем. Почему именно эти OCR? Почему именно эти цели? Как они в долгосрочной перспективе влияют на компанию? Это все команда должна понимать. И компании топы не зря разделил. То есть компании – это люди, как стейхолдеры ваши прямые. А топы – это люди, которые сверху видят, они мало участвуют, но они как-то косвенно могут судить о вашей работе. Каждому хочется чувствовать, что топы знают, что какой-то чувак подтюнил какую-нибудь метрику. Собственно, или какая-то команда подтюнила метрику. Обратная связь сверху вниз и на компанию на топов. Собственно, есть некие встречи, мероприятия, обряды, которые помогают это все потюнить. Вот. Отдельно я выделил. Каждый должен быть ок. На самом деле нужно стараться, чтобы все члены команды были согласны, солидарны, поддерживали то, куда движется ваш продукт. Для этого, ну, есть, понятно, там, хейтеры, тролли. С ними можно работать. И у меня часто получается троллей превращать в промоутеров за счет того, что просто к ним проявляете индивидуальный подход, рассказываете, объясняете. Просто скрываются какие-то внутренние проблемы человека, которые, если пофиксить, он превращается в вашего прям друга. Ну, это про обратную связь немножко. То есть, когда вы даете людям обратную связь об их работе, как продакт, да, он же важно, чтобы разработчики понимали, что они сделали там в продукте правильно, там, в процессах и так далее. И continuous improvement, тот самый, о котором я говорил. Собственно, все процессные изменения и продуктовые, если у вас там продуктовый процесс развитый и процессный, лучше прогонять через цикл хади. Короче, ретро здесь как аргумент. One more thing. Это есть фреймбок для выравнивания внутри команды Team Canvas. Почитайте потом. И матрица рации. То есть, если у вас, вы хотите часть компетенции передать разработчикам, хотите себя разгрузить, чтобы не быть постоянно в мыле, можете составить, кто ответственный, кто там responsible, кто accountable, consulted. И разработчики, ну, как бы и команда будет с вами гораздо более дружна. Вот. И в заключении продукт делает не менеджер, а команда, вот, а крутая команда делает крутой продукт. Выш. Все. Всем спасибо.